Я могу начать, да. Наша встреча, в общем-то, произошла случайно, потому что у Миши была задача, там он про нее рассказывать нужно позднее, он набирал людей, ну, типа, как строительство, студентов, типа строитрядов. А я в это время была комсоргом «Потока», я была очень активная комсомольская деятельница, вот, и так это все переменки у меня были заняты, мне нужно было сделать очень много дел за время короткой пятиминутной переменки, и когда меня что-то отвлекало, мне это очень не нравится, потому что у меня на него нужно было целых много вещей. И вот Миша, значит, подходит ко мне, и что-то начинает такое говорить, а мне нужно с этим, с этим, с этим поговорить, и переменка пять минут, мне совершенно было некогда, я вообще на него внимания никакого не обратила. Я что-то ему сказала, да, что-то такое, что мы встретимся, да, по-моему, где-то там, что-то такое. И все, он ушел, я даже не думала об этом. Вдруг приходит там девушка из соседнего группы, говорит, слушай, а тебе подходил там такой-то, такой-то? Я говорю, да, подходил, ну и чего-то, я говорю, я ничего не поняла, о чем речь идет, пойдем, пойдем, узнаем поподробнее. Мы подходим к деканату. В детстве, в детстве, я себе мечтала о принце, когда мне было 12 лет, и в этот момент я мечтала, что у меня будет муж высокого роста, с русской фамилией, но еврей, и он будет хорошо решать задачи по арифметике. И тут вдруг, ну я, конечно, в тот момент не отдавала себе отчет, что идет такое вот прямо совпадение всего, но тем не менее, высокого роста, еврей, с русской фамилией, а то, что он не поступил в медит, так он задачи по арифметике точно не решает. И у меня произошел такой клик, и я на него уже посмотрела совершенно другими глазами, потому что первый момент, я на него внимания вообще не обратила, ну здоровенный, говорит, да, 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 если уж так вот торчат, там стрижки были, кафедры такие короткие, вот. И тут я посмотрела на него с интересом, сказал, это даже интересно, да, то есть надо как-то проявить активность какую-то. Вот, это вот моя такая версия, как мы встретились. А дальше просто произошло так, что мы где-то пересеклись в институте, разговаривали, и вдруг мы стали разговаривать, мы могли наговориться, вот мы стояли, разговаривали, разговаривали, два часа пролетело, а проходит этот Миша Ленина, 22 апреля, мы стоим разговаривали, у меня всегда накурсник проходит, говорит, слушай, хожу уже 3-3 часа, вы все стоите, не могу наговориться никак. Значит, история такая была, я в качестве общественного такого поручения, которое мне хотелось сделать, то есть бывают такие нагрузки, что думаешь, как отбиться, а тут мне хотелось. То есть, когда я к Свете подошел, а у меня был список людей, которых я себе там набрал, когда я к ней подошел, такой был трейд-офф, как у нас говорят, да, то есть, мы говорим, ты вместо строя отряда будешь месяц, не два месяца, и не в строя отряде, а один месяц, и в Москве. Но, тут еще другой момент, значит, у нас на факультете было 300 первокурсников, и я пошел в деканат, взял ящик со всеми этими личными делами, ну, сколько их там было, первый курс. И, значит, ну, там какая-то картонка с фотографией, обложка картонная с фотографией, там какие-то отметки. Значит, мне что нужно было? Мне было нужно, чтобы это были отличники, и чтобы у них была московская прописка, потому что летом-то они же, где я их селить-то буду, понимаете? Ты подумал об этом? Я думал об этом, конечно, поэтому то, что ты попала в мой список, было абсолютно... Служенно. Послушай сюда, была абсолютной ошибкой. Я просто тебя не отсеял, как жителя Киева. А у тебя там был, значит... Но света на меня налетела. И так налетела прям, что вот до сих пор 40 лет уже прошло, уже вот я сейчас это рассказываю, уже больше 40 лет прошло, как раз вот в эти дни все происходило. Да, после 2 апреля. Ну да. Значит, и так вот любовь к моркови понеслось. Поэтому мы встретились. Она была в синем таком костюме, брючном, так пиджачок, брючке. Чего-то у нее тут такая красненьким, с красненьким там рубашечка была, ботничек там, я не помню. Вот. И она такая, не помню, губномазанные были или нет, но такая была стремительная такая. И волосы. Волосы, да, такое, у нее прическа была потрясающая. Она так если голову опускала, у нее бах так волосы, вообще лица не видно было, так она, короче говоря, прическа. Ну, короче, это так, получилось, мы еще были очень молодые оба, то есть Свете, по-моему, еще не исполнилось 18 в этот момент, а мне только-только... Да, тоже еще не исполнилось. А, через неделю у меня исполнилось 19, она уже со мной пошла на день рождения, да, мы уже так как-то познакомились. Так вот, это было, вот буквально, тут мне было, еще не было 19, еще не было 18, если мы были очень юные, и мы еще были нерасхватанные, неприбранные. Знаете, как вот это, щенками там разбирают, вот нас по щенячести еще не разобрал никто. Поэтому мы так были очень... А еще, знаете, что она творила? Она вот так вот сидит... У меня сейчас управляют. Да ладно, сидит лекция, значит, лекция, и вдруг, значит, там только перерыв, да, только перерыв. И, значит, открывается дверь из коридора, ты на свет, раз, значит, да, а все надо мной смеются, значит, говорят, ой-ой, так и пришла. Твоя пришла. Твоя пришла, да. А, значит, а Светины, одноклассники, значит, одногруппники, они ей говорят, а где ты нашла 15-летнего? Значит, а я... Он ходил с румянцем таким, на щечках, как маленький мальчик, был высокий, но какие щечки срочные. Я, кстати, где ты 15-летнего нашла. Я и сейчас вот, может быть, на 28, ну, да, благодаря Светиному уходу я не старею. А потом, и думаю, потом думаю, а я без нее не смогу. Ну, совсем уж так. Да, и как-то я думаю, нет, ну как же я. То есть я к ней месяца за два уже так привык, что я уже понял, что я не хочу никак без Светы, я не могу без Светы, потому что я на муж, ну, все-все-все-все. Короче, чего ей голову совсем снесло, когда она меня увидела, а я ей все баки забивал. И она, бедная, на каблучищах, поставила на каблучищах, ноги болят, и она со мной через всю Москву. Да, я это расскажу с веточки времени. И боялась сказать, что... Я до этого встречалась с мальчиками, и они какие-то были все никакие. Остаешься с мальчиком, там идешь гулять куда-то с ним, он ходит и молчит. И вообще-то какая-то сказка зеленая. Получается, что нельзя же идти молчать. И получается, кто-то должен говорить. И я, то есть, на себя взять эту функцию, человека, который разговаривает. Я не люблю на себя такую функцию брать и как-то тащить. И мне после общения, после общения с этим мальчиком, было как-то тоскливое, это пустовало. Потому что мне приходилось на себе это молчать. Трудная жизнь у девушек. Да. И вот, значит, появляется Миша, и мы с ним идем гулять. А он мне говорит, я тебя поведу в эту самую школу, где я там занятия веду. А школа находится на минуточку, на противоположной стороне там садового кольца, будет бог знает где. Еще полтора часа. И школа. И он говорит, я тебя поведу, и все такое проще. Ну, я же ему не могу сказать, мы только познакомились, только там сговорились о чем-то. Я же не могу ему сказать, что я так на больших каблуках, и что это самое, мне там тяжело это все идти. И вот, значит, мы идем, и то, что меня потрясло, он не замолкал ни на минуту. И с него все это сыпалось вообще. И я думаю, а если шла, мне было интересно, интересно. Я уже тогда был блогером. Тогда был блогером, потому что у меня аудитории не было. И, в общем, все это на меня выливалось, и мне это было страшно приятно. Я боялась даже прервать этот поток и сказать, что у меня уже ноги не хотели идти пешком. Я уже не помню, как я в этот день добралась домой, потому что когда я сняла обувь, у меня было такое ощущение, что мне вот в ноги забили колодки деревянные. Это было вообще... Так что девки, ходите в кроссовках. Да, но тогда не было кроссовок, вот тогда... Это правда не было. Мы ходили, да, и такая завертелась, очень такая бурная жизнь. Мы стали ходить, там у нас еще одна приятельница, такой очень активный был день рождения. Через пару дней. И там собирались барды, пели песни самодеятельные. Мы тоже пели, подпевали, что-то такое. В этом мы ходили на концерты, помню, что мы чуть ли не в твой день рождения поехали. В первые дни нашего знакомства, вот мы познакомились за 2 апреля, а это было буквально первые дни мая, мы проходили там мимо нашего института, и там была вот фотомастерская. А фотографии, в общем-то, было дело дорого. Там каждая фотография стоила 7, 8, 9, 10 рублей, и стипендии там в 40 рублей, это большая сумма, это дорого было. И вдруг мы проходим мимо фотографий, мы говорим, пойдем сфотографируемся, а мы знакомы вообще неделю. Вообще, это считается... У меня 3 всего было. Это было как-то нехорошая примета, да? Я говорю, ну как-то вроде нехорошо, мы не то, что там давно знакомы, тратят такие деньги, непонятно что. Мы говорим, да пойдем. Он был богатый в то время, он получал повышенную стипендию, плюс он подрабатывал там на кафедре какой-то, и плюс кормился дома. То есть вообще у него денег было немерено в то время. Я зарабатывал рублей 80 в то время. Ну это были большие деньги, тем более это деньги не были связаны с проживанием, это были все деньги, которые свободны. Вот. И мы, значит, заходим в эту мастерскую, маленькая такая малюсенькая, я прям как сейчас помню, планировку этой мастерской. Да. Вот. И там такой фотограф старый, такой еврей, он нас увидел, такие детки голубкие пришли, и он говорит, я вам сделаю такие фотографии, что вы меня будете помнить всю жизнь. Сказал он. И таки да. И мы таки да его помним, у нас уже эти фотографии переведены в портреты, да, и в цифровую форму. И все, мы таки да их помним всю жизнь. Водруг с фотографией... Он сделал три фотки, ну, там, не помню, шесть, наверное, да, в общем, вот эти фотографии он сделал. Такие детки, я себе представляю, что с точки зрения пожилого человека пришли такие, знаешь, голубки такие, друг на друга смотрят, вот, он нам сделал эти фотографии. Да, и мы говорим, ну, как прыгай? Я, да ты что, я убьюсь вообще, ну, с такой высоты. И я никогда не прыгаю, я тебя поймаю. И вот это поймаю, оно для меня было, да, вдруг не поймает, вдруг не поймает. Ну, поймает, опс, не получилось, ну, смотри. И я, в общем, это у меня были такие буги, вообще заставить себя сигануть туда, но я все-таки прыгала, у меня другого выхода не было, села, ну, это задом, это подоконник, или спрыгнулся, и он меня поймал. И вот это для меня было, знаешь, каким-то таким, что вау, все-таки, знаешь, с такой высоты ты уже сверху падаешь, и ты не падаешь вместе с этим, да, но все-таки держишь, что-то, что-то, да.